Баскетбольный подмост Баскетбольный подмосток 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 Не догадывался тогда 18-летний юноша с прекрасными физическими данными и о том, какую именно роль предстоит баскетболу сыграть в его жизни. Когда я приехал в университет, сдал экзамен, и на приемной комиссии, когда, значит, у ректора, меня спросили, а спортом ты занимаешься? Я говорю, ну, в либовке, я говорю, давай маленький. А там был в приемной комиссии Олег Агафонов, известный потом певец, оперный певец, потом был художественным руководителем, по-моему, оперного театра. Он сам был баскетболистом. И вот этот Олег Агафонов говорит, будешь играть в баскетбол. Первым тренером Александра Канделя стал преподаватель этого института, известный в те годы сверловский специалист по баскетболу Александр Сайгин. Это он познакомил Канделя с баскетбольной азбукой и включил его в состав институтской команды. Подходит ко мне, может, мужчина один, и говорит, а ты хочешь заниматься баскетболом? Я говорю, а что это такое? У меня где-то есть его фотографии, я потом покажу. Это оказался Александр Андреевич Сайгин, который стал моим первым тренером. Он тут же, он, видимо, предвидел что-то, видимо, талант у него был такой. Он тут же, вот в этот раз, он сам меня предупредил, значит, будешь играть за командой в горном институте, значит, и за какие-то команды другие, без моего решения доиграть никогда не будешь. На физкультуру можешь больше не ходить, я тебя за счетом буду ставить. Это, наверное, и привлекло меня в основном. Особых проблем с нагрузками на тренировках у Канделя не было. Его с детства отличали огромное трудолюбие, сила воли, работоспособность. Сказалось, очевидно, еще и то обстоятельство, что первые шаги на баскетбольном поприще Кандель начал делать, будучи уже искушенным в другом виде спорта – волейболе, которым он увлекся гораздо раньше. У нас в дворе была волейбольная площадка, и там старшие ребята играли. Ну, так, мы тут суетились, салаги молодые, значит, ну, там перепосовались, и там один говорит, иди будешь мне подавать. Я на старших, ну, среди старших мужиков этих, ну, я ростом был повыше других ребят, своих сверстников. Я ему так подкидывал, он бил, и ему это нравилось, и я так, он меня таскал. Пригодился Канделю и его рост и в баскетболе. Хотя по баскетбольным меркам не такой уж он и гигант – всего каких-то 195 сантиметров. Однако Александр Сайгин, тогдашний наставник Канделя, посчитал, что этих данных вполне достаточно для центрового. Именно это игровое амплуа впоследствии стало визитной карточкой Канделя. Он сказал, что мяч только ему, он сразу, там, результат ему был не важен. То есть, конечно, результат соревнований, там, перейдя в город, они были самые сильные здесь. Ну, научил их, как надо играть в центровую мяч, как давать пас, но они мне его везде давали. Это человек, который, ну, невеликого роста, но как он подбирал мячи, я вот сейчас его могу сравнить с Родманом. Тоже не очень большой, а ведь чувство мяча, чувство выбора позиций. С приходом Александра Канделя результаты команды Горного института стали расти, как на дрожжах. Сперва на местном, городском и областном уровне, а затем и на республиканском. В конце 54-го мы уже обыграли здесь, в городе, науку. Команду политического института, очень сильную команду, которая играла в первенстве города и, по-моему, была призера. Она сражалась на рамках и с Зенитом, и с СК. И вот в зимние каникулы, в 55-м году, мы поехали в Киев. В иноре месяце. Мы там сыграли очень хорошо. Выиграли вот такие команд, как Киев, были весы, какая сильная команда была. У команды «Динамо» Белеси. И в этом же году состоялась летняя первенница «Союза», где уже играли клубные команды в Каунасе. Там я играл за «Зенит», значит, естественно. Мы тогда заняли последнее место, 12-е, по-моему. 12 команд было, мы 12-е заняли. Ну, по итогам чемпионата я был включен в молодежную сборную «Союза». Команды, за которую Александр Кандель отыграл 22 сезона, и в составе которой 15 раз поднимался на высшую ступень российского первенства, сегодня уже нет. Хотя воспоминания о ней, конечно, остались. Баскетбольный клуб «Уралмаш», а именно так называлась эта команда, в свое время побаивались даже за всегда-то и высшего эшелона союзного чемпионата. Крайне неудобным, а главное непредсказуемым соперником был «Уралмашевский клуб». Ну, команда была хорошая, по многому никому не привелось. Каждая команда готовилась к игре с нами очень серьезно. И ЦСКА в том числе, и Рига. Ну, меня приглашали, не напрасно же они. Почти из всех команд приглашали меня тренеры играть за свои команды, в том числе и Говерский. Они достойно боролись с любой лучшей командой. Боролись и с Жалгересом, и с ЦСКА, и с Тбилиси, Решетников, Кандель, Краев. Это были мастера экстра-класса. Команда действительно была самобытная. Она отличалась от других клубов баскетбольной элиты страны по многим параметрам, в том числе и по арсеналу фирменных приемов у ведущих игроков. Коронным приемом Канделя был крюк – бросок, который с годами он довел до совершенства. Я как бы был в таком где-то молодом еще возрасте, но я помню его знаменитый крюк, вот этот, которым он играл. Это было ничтое исполнение. У каждой звезды есть своя изюминка. Вот эта изюминка была Канделя. Он был дал удивительным крюком. Но крюком не со срединной площадки, не с трехсекундной зоны, а он с угла площадки. То есть иногда его двое держали, он шаг вдаль делал и забрасывал свой крюк. У него был не просто крюк в нынешнем исполнении, мы часто встречаем в баскетболе, а именно, скажем так, двухочковый, не двухочковый, а трехочковый крюк, потому что он бросал крюком с дальних дистанций. И очень высокий процент был реализации этого приема. Это был трехочковый крюк с угла площадки. И бороться с ним просто против этого было невозможно. Несмотря на целую плеяду выдающихся игроков, которые в разные годы выступали за Уралмаш, Свердловский клуб, как это ни странно, особых успехов в чемпионатах Союза не добивался. Более того, временами вел мучительную борьбу за выживание в высшем дивизионе отечественного баскетбола. Однажды после очередного провала портком клуба решился на смену главного тренера команды. На его место был назначен Александр Кандель. В седьмом году, когда мы очередной раз вылетели из высшей веки, тренера нашего Юрия Густрлева сняли, а меня назначили в мое отсутствие между тренером, старшим тренером. Мне как раз сказали, я сказал, при одном условии, что Густрлев остается в команде. Пусть он будет начальником команды, пусть он не занимается тренировочным процессом, но он должен остаться в команде. Вот, ну остался, и его оставили. Возглавив Уралмаш в тренировочном процессе, Кандель ничего особо менять не стал. Разве что личным примером старался на площадке показать новичкам команды, что такое настоящий баскетбол. Я учил их по сердцу, как выразить себя, как проявить. И система тренировок, которую я исповедовал, я ее не придумал, потому что я старый на старших товарищах своих, я с ними вместе тренировался, и я знал, что дает результат и что не дает результат. На возвращение Уралмаша обратно в высшую лигу команду ушло пять лет. Правда, и это возвращение оказалось недолгим. Серия неудач сезона 76-го года обернулась для команды неожиданными последствиями. Нас собрали, это, помню, было в зимнем манеже, и руководство клуба, спортивного клуба Уралмаш, представители спорткомитета, и, значит, просто поставили перес фактом, что вот с сегодняшнего дня Александр Ефимович Кандель работать тренером не будет, а будет работать там другой тренер. Расставание с большим спортом – процесс болезненный. Для большинства выдающихся в прошлом спортсменов завершение карьеры проходит в крайне тяжелой форме. Лишь немногие переживают этот процесс без душевных надломов. Кандель из последних. Получив отставку с поста главного тренера команды, которой он отдал лучшие годы своей жизни, легендарный баскетболист не сломался. Сталкиваться с ударами судьбы ему приходилось и раньше. Кандель ассоциируется с уральским камнем твердой породы. Кандель – это мужик, это дядька. Это человек, которым не перестаешь восхищаться. Его силой воли, его жизнелюбие, его самоотдачей. И вообще я считаю, что Александр Ефимович является воплощением настоящего мужчины. До 1984 года Александр Кандель работал детским тренером. Учил ребятишек баскетболу. Зарплаты, правда, чтобы прокормить семью, не хватало. Пришлось искать другие источники заработка. С трудом, но Кандель устроился все же в бригаду, которая строила колхозные коттеджи. Три года я работал в Сукановке, в деревне. Мы там построили 12 домов, коттеджи и двухквартирные для работников совхоза. Все хорошо было. Потом нас перевели в соседнюю деревню. Потом здесь закончилось. Там другой директор, другие порядки. Он считал, что мы должны так работать. Ну, как он считает. А я считал, что мы так работать не будем. К тому времени заканчивалась советская власть, надо вообще-то вспомнить. Еще не совсем, но уже наметки были. И я через летом, да, летом я в 88-го года, я из бригады ушел. С трудом, но я ушел. Ребята не хотели меня отпускать. Оказавшись вновь без средств к существованию, Александр Кандель решает заняться частным извозом. Особого выбора все равно не было. Заработки всякие были. Ну, в общем, потом я остановился. Через пару недель на том, что 50 рублей в день нормально. Потому что так иначе тяжело. Заработаю 50 рублей и домой. Ну, бывает, 50 рублей весь день работаешь. Потому что надо искать. Я же не такси, я езжу, ищу пассажиров. Трудно сказать, узнавали или нет водители автомобиля те самые пассажиры, известного в прошлом на всю страну баскетболиста. Думается, что нет. Слишком уж много лет прошло с тех пор, как имя Александра Канделя перестало появляться на страницах центральных печатных изданий, звучать на радио и в телеэфирах. И все же в баскетбол Кандель вернулся. В 90-м году, значит, по моей инициативе был создан баскетбольный клуб «Уралмаш». И одним из первых шагов, когда у меня появилась такая возможность принимать решение, я принял Александра Ефимовича Канделя в этот баскетбольный клуб. Я говорю, тренером я, Валерика, работать не буду. Я не хочу, потому что я это прошел, а он у меня, он мой воспитанник, он при меня пришел в команду. У нас взаимное уважение такое. Он говорит, давай, ну хоть посиди со мной на скамейке. Я скамейке, не буду на скамейке сидеть. Я вот на противгуру сидеть, не могу. Он, ну нужно. Давай, я тебя назову вторым тренером, ты все равно тогда должен будешь сидеть. Я говорю, да не буду я тренером. Он, ну хорошо, ты не будешь тренером, ты не работай. Ну ты посиди со мной на скамейке, ты мне будешь подсказывать что-то. Зато ты будешь деньги получать. Это сыграло большую роль. Я стал тренером. По какому-то мистическому совпадению, команды, в которую Александр Кандель пришел в 90-м году по приглашению Анатолия Концевого, сегодня тоже нет. Как и той, за которую Кандель провел 22 сезона. Есть, конечно, в Екатеринбурге баскетбольный клуб УГМК, который можно назвать преемником женской команды Уралмаш образца 90-х годов прошлого столетия. Но не осталось сегодня в УГМК практически никого из тех людей, которые вместе с Концевым стояли у истоков той команды. Впрочем, как оказались забыты и те принципы, которые изначально были заложены в основу внутриклубной политики Уралмаша. Основной принцип баскетбольного клуба Уралмаша был всегда основан на подготовке, прежде всего, своих кадров. И, значит, не более 20% мы приглашали игроков. Основной костяк был наш. И поэтому, вне зависимости от экономической ситуации, а она, как вы понимаете, у нас в стране меняется, нам удавалось сохранить стабильность. Поначалу, правда, приняв предложение Концевого, Александр Кандель даже не представлял, чем он, собственно, будет заниматься в этом клубе. Ведь до этого ему не приходилось работать в женских командах. Когда он организовывал этот клуб, он пригласил меня, значит, начальника учебно-спортивного дела. Я говорю, а что делать-то мне там? Я говорю, ты что, Толик? Я говорю, там же бумаги писать. Я говорю, там какие бумаги? Это же не государственные учреждения. Это не бюджетная организация, никто проверять не будет. Я говорю, будешь помогать? Ну, так вот я оказался в этом клубе. И вновь совпадение. Стоило Канделю появиться в тренерском штабе команды, как Уралмаш буквально за считанные годы сумел подняться на самую вершину баскетбольного Олимпа страны, став одним из сильнейших клубов национального чемпионата. Как тут не вспомнить студенческую команду Горного института, в которой Кандель начинал свой путь в большом баскетболе, или тот же Уралмаш образца 60-х, 70-х, в составе которого Александр Ефимович 15 раз поднимался на высшую ступень российского первенства. Мы ниже четвертого места не опускались, то есть три раза были четвертыми, три раза третьими, четыре раза вторыми. То есть самый стабильный клуб, объективно самый стабильный клуб страны, потому что мы делали именно ставку на, скажем так, на доморочных спортсменов. Не последнюю роль в этих достижениях Уралмашевского клуба сыграли и огромный опыт, и профессионализм тренерского штаба команды, и, конечно, упор на те традиции уральской школы баскетбола, ярким представителем которой был Кандель. Мы несколько лет с ним рядышком работали, и он действительно, он не только наставник, не только тренер, не только человек, который тебе может сказать вот именно в эту минуту, что и как сделать, а еще и просто как по-товарищески помочь. Вот были ситуации, когда он действительно оказывался рядом. Наблюдая за успехами своих подопечных, Александр Кандель решил тряхнуть стариной и сам. Расставшись в том далеком 76-м году с большим баскетболом, наверняка Александр Ефимович даже не подозревал, что два с лишним десятилетия спустя вновь облачится в спортивную форму и выйдет на площадку. На этот раз в составе уже ветеранской команды. Это очень правильно было, скажем так, решение Российской Федерации о том, чтобы возродить у нас ветеранский баскетбол. И проводится как соревнования, как первенство нашей страны по различным возрастам среди ветеранов, так и чемпионаты Европы, мира, Олимпийские игры. И в этом ряду Кандель особое место занимает, потому что это же уникальная просто ситуация, когда у нас, скажем так, средний возраст мужчин, наверное, не достигает 60 лет, а ему через какое-то короткое время 70, и он выходит на площадку и играет, и побеждает. В Екатеринбурге ветераны уральского баскетбола собираются, как правило, в Горном университете. Именно здесь, где Александр Кандель, будучи еще первокурсником, когда-то впервые познакомился с баскетболом, сегодня находится штаб-квартира ветеранов этого вида спорта. Причем называется она Кандель-клуб. Когда им была эта идея предложена, мы с Олегом Львовичем Лифтоном поговорили так, мы говорим, давай с Ефимовичем переговорим, как он на это отреагирует. Он отреагировал нормально, сказал, ладно, хорошо, понял. Хотя, когда первая презентация была, его спросили Александру Фимовичу, что такое Кандель-клуб? Он говорит, да я сам еще не знаю. Практически все, с кем нам удалось встретиться в ходе работы над фильмом об Александре Канделе, отметили одну удивительную черту его характера. Во все времена, где бы он ни находился, чем бы ни занимался, вокруг него всегда собиралась группа единомышленников, которые не просто разделяли его взгляды, но и при случае были готовы всячески поддержать его. Кандель, как Олимп, его фигура объединяющая, он одинаково хорош, он одинаково относится ко всем людям и является такой объединяющей фигурой, не только в спорте, но и в целом жизни. А еще Александра Ефимовича отличает поразительная преданность. Тому институту, в котором он учился, команде, честь которой защищал на протяжении более двух десятков лет, друзьям по Уралмашу, вместе с которыми ему пришлось испить и горечь поражений, и радость побед, и, наконец, самому баскетболу, которому сохраняет верность и по сей день. Ну, сколько мы матчей уже там провели, матчи там между ветеранами, студентами горного института, горной академии, сейчас университета. Он никогда, я не помню, чтобы он пропустил хоть один матч. Я бы очень хотел иметь в сборной команде таких игроков, действительно преданных любимому делу. Я думаю, что все баскетболисты, кто играл в тот период времени и позже помнят, ценят и любят этого славного парня. Александр Ефимович, я тебя очень люблю и уважаю, и буду любить и уважать, и желаю, чтобы после твоего юбилея у тебя все так же благополучно складывалось. И здоровья тебе, еще раз здоровья и здоровья. Александр Ефимович, ты же знаешь, что я тебе желаю. Быть всегда в форме, в которой ты есть. И всегда поднять стопарик за наш российский баскетбол. Низкий поклон ему во всем, и очень дорожу нашими теплыми отношениями. Александр Ефимович, я тебя люблю. Радости, здоровья, счастья, секса. Дядя Шура, поздравляем тебя! Дядя Шура, поздравляем тебя! Я поздравляю вас с его юбилеем и желаю ему много лет здоровья и счастья. Всегда поднять стопарик за наш российский баскетбол. Александр Ефимович, мы вас любим, помним, приезжайте к нам в гости. Я бы очень хотел иметь в турной команде таких игроков действительно преданных, любимому делу. Я вам поздравляю с этого шага. Я желаю вам счастья, здоровья. Я считаю, что это знаковое в Годовсине в российском баскетболе. Но всех благ и самое главное – здорово. Желаю вам, чтобы он еще долго был, и аккуратно у нас. Жура, поздравляйте с сердцем, поздравляйте с 73-м. Дай вам, чтобы крепкого здоровья. Желаю здоровья, счастья, всего, всего, что есть. И если возникнут какие-то проблемы, я им всегда помогаю. Желаю самого крепкого здоровья, радости в жизни, радости от общения с людьми, которые вас любят, уважают, и мы все ваши большие поклонники на всю жизнь. Александр Ильич, я вас люблю. С днем рождения. Очень бы хотелось, чтобы Шура помнил, что много-много людей в России желают ему счастья, добра и то, чего он сам себе желает. А со своей стороны, низкий поклон ему во всем, и очень дорожу нашими теплыми отношениями. Радости, здоровья, счастья, секса. Александр Ильич, я тебя люблю. Дядя Шура, поздравляем тебя! Дядя Шура, поздравляем тебя! Да здравствует баскетбол в России! Урал! Канты! Ура! Александр Ильич! Мы вас любим и вновь дарим вам праздник! Ура! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Дядя Шура, поздравляем тебя! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Кандель – это настоящий мужик, это великолепный, высочайшего класса баскетболист, это суперталантливый человек. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА